Тимур Аитов, вице-президент, организация называется так, некоммерческое партнерство, национальный платежный совет. Мероприятия, которые проводит Media Holding Plus, они всегда пользуются успехом. И вот сегодня мы как раз присутствуем на одном из них, касается дистанционных платежей, новых инновационных технологий, то, как они будут развиваться в нынешнем году и, может быть, на ближайшую перспективу. Много иностранных специалистов, экспертов, это тоже отличительная черта всех мероприятий, которые ПЛАС организует. И, конечно, яркие, конкретные дискуссии профессионалов. Их сегодня просто большинство. Обычных граждан здесь просто любопытных практически нет. К примеру, сегодня была очень бурная дискуссия по поводу эффективности использования социальных сетей в банковском бизнесе. Одна сторона, маркетологи, компании, которые предлагают свои услуги, активных продвигают, такие дают общие рекомендации. Бигдейта, социальные сети, все это спасет мир, очередная панацея. Банки активно выходить в интернет. С другой стороны, банки, которые всегда привыкли идти немножко на шаг сзади, аккуратно смотреть на самое новое, потому что на самое новое, самое рисковое, тоже задают свои вопросы. Вот дискуссия была по поводу того, что можно ли с помощью социальных сетей действительно определить, какой клиент приходит в банк. Да, говорят маркетологи, вы узнаете все, что о нем написано в социальных сетях, но клиент чаще всего придумывает легенду себе. Он не ходит ни в те рестораны, ни на тех машинах ездит, ни с теми девушками встречается, в которых он фотографии помещает в фейсбук. Более того, клиент совершенно не искренен в общении к социальных сетях. К примеру, совершенно невозможно узнать скрытые подлинные намерения клиента. Я что имею в виду? 20% молодых людей, когда они берут кредит, они уже заранее предполагают этот кредит не вернуть. То есть этот человек кредитоспособный, выглядит как кредитоспособный. Скоринг автоматизированной системы банка дает однозначный ответ. Нужен нам такой клиент, кредит дадим. Но взяв кредит, он его не возвращает. И никакой фейсбук помочь нам в этом, увы, не может. Ну, я подробно остановился только на одной этой дискуссии. Буквально по каждому предложению, по каждому тренду идут вот такие обсуждения. Конечно, профессионалы, которые здесь присутствуют, получают много новой информации. Именно с точки зрения критики того, что существует, и реальных опытов, экспериментов по использованию вот этих рекомендованных инноваций. Приглашаем вас посетить очередной форум журнала ПЛАЗ. Субтитры создавал DimaTorzok